Смотрите прямо сейчас в проекте Front News уникальные кадры реальных боев. Под вражеские обстрелы попадает наша съемочная группа. Враг беснуется, регулярно обстреливая жилые дома мирных украинцев. У нас потолок обвалился, мама прибила немножко по голове. У меня в самой руки дрожат до сих пор. Но в это время украинские герои косят штабелями вторую армию мира. Они лезут-лезут, но мы их остановим. И умножают на ноль захватнические планы тех самых вагнеровцев. Вон там двое лежали. Огненные, горячие и пылающие кадры с передовой смотрите прямо сейчас. Наступила весна. Вторая весна этой полномасштабной войны, которую кремлевская свора развязала на украинской земле. Ведь цивилизованный мир восхищается героическим сопротивлением вооруженных сил нашей страны и всего украинского народа против армии Владимира Путина. Приветствую, это Фронт Ньюс. С вами Владимир Тимошенко. Следующие 30 минут вас ждет правда о войне, которую наши журналисты добывают из самых горячих боевых точек. Готовы? Тогда мы начинаем. Начинаем сразу же с эксклюзивного и очень волнительного материала. Итак, пылающий украинский Донбасс. Корреспондент ТСН Антон Кацуконь побывал на нуле. Съемочная группа попала под вражеский обстрел и стала свидетелями реального боя. Украинские защитники в очередной раз самоотверженно отбили атаку российских военных преступников. Все подробности и уникальные кадры боев далее. По засниженным полям Донецкой области вместе с бойцами едем бронированным «Хаммером» в сторону фронта. На точке высадки мгновенно выгружаемся. Окупанты, услышав гул двигателя, сразу же начинают обстрел. Над местами прилетов поднимается дым. Необходимо немного подождать, командует ребята. Все, вроде бы безопасно и можно идти. Точнее бежать. Быстро бежать. И еще быстрее преодолевать овраги. Извилистыми тропами доходим до позиции. Это ноль фронта. До позиции россиян тут. До позиции россиян здесь 100 метров. И ребята просят даже говорить тише. Ведь на таком расстоянии все слышно. Но совсем скоро такая просьба теряет актуальность. Тишину прерывают звуки боя. Этот участок держат бойцы 28-й бригады имени рыцарей зимнего похода. Они круглосуточно следят за врагом со своих территорий. Стреляют по нам, мы по ним, минометам, также скидывают с беспилотника. И 82-е, и 60-е, и гранатометы, и стрелковое оружие также ежедневно. Тут оккупанты боятся ходить в лобовые штурмы. Максимум пытаются проникнуть диверсионными группами. Они пока нас не штурмуют, они пока пробивают наши мертвые зоны. То есть небольшие группы делают прострелы, чтобы понять, есть ли стрельба в ответ. Ну, военная практика. Воины пытаются сделать так, чтобы мертвых зон у них вообще не было. Для этого даже при сильном морозе ежедневно берут в руки второе основное оружие пехотинцев. Копаем, как видите. Чем глубже копаемся, тем больше шансов, что все будет хорошо. Основное наше оружие вот здесь, а вот тут сбоку у нас лопат. Копают с использованием особенностей рельефа и чтобы иметь полный огневой контроль. Ум побеждает силу. Так мы и воюем. Мы подстраиваемся, они подстраиваются. Противника нельзя недооценивать. Они всю жизнь воюют, и они умеют воевать. Каждая активность на фронте – игра на опережение. Кто кого перемудрит и перехитрит. Разными способами, как вести противника в заблуждение, как его обмануть, как сделать так, что даже когда он наступает, чтобы он наступал в том направлении, в котором выгодно нам. Загнать его куда-то, где можно будет нести полное огневое поражение. Не зря ребята называются рыцарями зимнего похода. Они умеют адаптироваться к сильным морозам. Блиндажи спартанские, но теплые и уютные. Буржуйка, наши спальные места и коробки СБК. Все, немного продуктов. Зона комфорта осталась от дома. Мы здесь не девочки, не жалуемся, поэтому у нас все хорошо. В моменты тишины воины налаживают быт. Рубят дрова, чистят оружие и, конечно же, вспоминают самых близких. Ну что можно сказать, чего солдату не хватает? Женского тепла, чтобы деток обнять, этого не хватает. На войне обычные, обыденные вещи ощущаются значительно острее. Рассвет идет, такой прекрасный, крупный снег, все в снегу. Вроде бы и красиво, и страшно одновременно. Вроде и война, но тут какие-то минуты тишины и посмотрел вокруг себя. Красота. Все там вколо себе. Красота. Рыцари духа, рыцари стойкости, рыцари зимнего похода продолжают держать восточные рубежи. Да, каждый день, волна за волной, по всему Восточному фронту, от Кременной до Углидара, россияне атакуют позицию наших воинов. Но украинские силы обороны самоотверженно косят штурмовиков врага целыми отрядами. И да, та самая знаменитая кремлевская тактика использования пушечного мяса не приносит никакого результата так называемой Второй армии мира. А вот типичная и показательная тенденция. Это когда после десятков атак и сотен погибших российских солдат на участке фронта в несколько сот метров оккупанты не могут продвинуться вперед. Детальнее о том, что происходит на Восточном фронте, эксклюзивный репортаж от корреспондента ТСН Антона Кацуконя. Это село находится вплотную к линии фронта. К россиянам отсюда не больше трех километров. Достает любое артиллерийское оружие. И сейчас они начали новый артиллерийский обстрел. Под ногами остатки снарядов, которыми враг обстреливает деревню. Вокруг результаты тех прилетов. Разбитые постройки, дыры в стенах, огромные воронки в асфальте. Село словно бы замерло. На столике в местном кафе стекает вода с потолка. Рядом надувные шарики. Кто-то готовился к празднованию. Улицы пустые. Теперь ими гуляет лишь гулкий ветер. Именно по этому селу проходит дорога к передовой. Часто после такой артподготовки в атаку идет вражеская пехота. Как на войне. Как на войне. Какая может быть тут обстановка? Бывает тише, бывает жарче. Сегодня утром были грады. Через несколько посадок отсюда идет бой. Они прямо здесь штабелями ложатся. Это сейчас хорошо, потому что холодно. Будет потепление, там на позициях вообще будет тяжело. Потому что их там хватает. И они очень близко лежат. На этом участке отпор оккупантам дают ребята из 52-го батальона в составе 68-й егельской бригады. Кажется, до тренажа. Да, 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 да. Ага. Здесь сигнал. Воины, несмотря на постоянные атаки, не отошли ни на метр. На количество они работают. Их много. Они лезут, лезут. Их бьешь. Они все равно лезут. Технику бьешь. Она все равно приезжает. Таким вот образом они работают. Видно, что они боятся. Это самое основное. Они боятся. И боятся непосредственного контакта. Не хотят так воевать. В момент затиши вместе с комбатом пытаемся добраться до позиции бойцов. Машина командира избита осколками от вчерашнего прилета. 120-й миномет. 120-й миномет. 4 прилета было. И так попало, что машина пострадала. Уже через несколько метров возле нас начинают падать мины. Это приход. Это прилетела мина. Но это 80-ка, небольшая. Потому что была бы 120-ка, то есть нас уже заметили. Поэтому я и вернулся. По рации слышим, что оккупанты пошли в очередной штурм. Комбат вслушивается в каждое слово в радиоэфире. Волнуется за своих бойцов. Заехала два БМП. Заехала два БМП. Как правило, БМП стрижет в посадке. И уже могут ехать с десантом. И они уже смотрят целесообразно, чтобы десант выдвигался из машин. Чуть ли и целесообразно в посадку пешком. То есть в посадку пешки. Нередко в поддержку пехоты враг применяет авиацию. Летает их авиация. Залетает их авиация, бывает. И очень часто вертолеты бьют издалека. А самолет заходит на позицию более точно. Чтобы попасть, то он так плотно подлетает в зону. Это Василек по нам работает. Но не прицельно. Надо отсюда ехать в деревню. Уже по дороге узнаем, что ребята в тяжелом бою таки отбросили россиян обратно. Эта неделя ознаменовалась еще одной страшной трагедией. Враг продолжает намеренно обстреливать жилые дома мирных украинцев. Очередной кровавый ужас произошел в Запорожье. Это преступление не будет иметь срока давности. И все ответственные обязательно предстанут перед трибуном. Этот зверский удар по гражданским российские оккупанты нанесли ночью 2 марта. Предварительно обстрел города осуществлялся из зенитно-ракетной системы С-300. Среди ночи, пока люди спали в своих квартирах, одна из ракет прилетела прямо в их дом в самом центре Запорожья. Как результат, полностью разрушенный подъезд жилого дома с третьего по пятые этажи. Но самое страшное, что не обошлось без жертв. Пять человек достали из-под развалов уже мертвыми. Еще восемь ранены, среди которых и беременная женщина. От взрывной волны повреждены также 15 многоэтажек, расположенных рядом. Там повылетали окна и повреждены балконы. А сейчас самое время перенестись на Бахмутское направление. Здесь также настоящий ад на земле. Геноцид украинского народа со стороны захватнических войск, к сожалению, продолжается. На Бахмутском направлении наши защитники отбили атаки в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Григорьевки, Богдановки и Бахмута Донецкой области. Вражеским обстрелом подверглись Васюковка, Залезнянская, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановская, Часовьяр, Клещеевка, Курдюмовка, Азаряновка, Делиевка, Майорск и Нью-Йорк. А теперь мы продемонстрируем вам мужественную работу на востоке нашей страны украинских танкистов. Они настоящие титаны, которые вызывают восхищение у всего цивилизованного мира и вселяют звериный страх подлого и беспринципного врага. И, кстати говоря, за минувшие три недели боев под Углидаром вооруженные силы Украины уничтожили по меньшей мере 130 вражеских танков и БТРов. Прямо сейчас вас ждет эксклюзивный материал наших коллег с военного телевидения Украины. Вы своими глазами увидите в деле наших танкистов, которые просто-таки выжигают землю под ногами агрессоров, в том числе и пригожинских вагнеровцев. Уже через минуту этот танк поедет отрабатывать по целям. Сегодняшняя цель – ЧВК «Вагнер». Экипаж танка готовится к бою. Танк выезжает на заранее подготовленную позицию. Экипаж наводится по цели и по команде открывает огонь. Меткость корректируется с дронов. Константин объясняет особенности своей работы. По команде командира батальона, которому мы подчиняемся, танки выдвигаются на рубеж для уничтожения противника. На данный момент враг пытается окружить Бахмут. Заместитель начальника штаба подчеркивает, что бои происходят в самых неожиданных местах. Танк выехал в упор к противнику. Они этого не ожидали, и он как бы разбил. Константин утверждает, что его подчиненные готовы встретить захватчиков. Александр, командир танка, говорит, что на окраинах Бахмута врага можно ожидать из любого угла. Но ребята работают быстро и профессионально. Противник установил противотанковые пушечные установки. Конечно же, по нашим танкам уже были выпущены ракеты, но за счет нашего мастерства в ребят не попало. Поэтому скажем, что обошлось, и ребятам удалось вернуться живыми и здоровыми. Задачу выполнили и вернулись. Пригожинские вагнеровцы – это вообще отдельная тема. Эти нелюди, на которых Кремль делает ставку, должны были достигнуть преступных военных побед. А еще вызывать страх и ужас у вооруженных сил Украины. Но планы Кремля – это одно, а вот реальная ситуация на поле боя – совершенно другое. Правда в том, что ЧВКшники – это пушечное мясо Путина, которое регулярно утилизируется украинскими защитниками. А еще вояки Пригожина – это с позволения сказать люди, которые никогда не знали, да и не могли знать, что такое офицерская честь, достоинство и отвага. Эти горе-солдаты во время позорных побегов бросают своих же раненых и убитых сослуживцев на поле боя. Да что там говорить, смотрите наш следующий сюжет от корреспондента военного телевидения Украины и узнаете много интересного и показательного о тех самых вагнеровцах. Когда россияне делают очередной жест доброй воли, то есть убегают со своих позиций, они бросают абсолютно все. Так случилось и в этот раз. Владислав, заместитель командира батальона, вспоминает тяжелый бой, когда его подразделение выбило вагнеровцев с их позиций. Мы их штурмовали с танком, то есть сидит просто пехота, стреляет по танку с автомата, не нанося ему никакого вреда и бросает в него ручную осколковую противопехотную гранату. Россияне совсем не ожидали, что сейчас будут какие-либо штурмовые действия проводиться против них. Соответственно, были абсолютно не готовы к обороне. Окупанты убежали, оставив нашим бойцам трофей и боевую машину пехоты. Правда, ценность этой техники вызывает сомнение. В своей работе для безопасности личного состава украинские военные используют большое количество образцов бронированных машин, такие как Макс Про. Это машина российского военного автопрома, на которой можно докатиться разве что ко дну. Но на этом сюрпризы не закончились. Наверное, для подтверждения известной басни «Своих не бросаем» россияне забыли в машине своих раненых. Когда эта машина была захвачена, на заднем ряду сидений находилось двое раненых военнослужащих. Ранены они впоследствии нашего артиллерийского удара. Пленным оккупантам предоставили медицинскую помощь. Теперь они пополнят обменный фонд. А для российского гроба на колесиках украинские бойцы уже придумали задание. Правда, людей она не возит. Мы ее используем в тыловом обеспечении для какого-то минимального подвоза продуктов, боеприпасов и так далее. Так как мы не рискуем сажать сюда своих людей. Мы рискуем сажать сюда своих людей. Теперь самое время детальнейшим образом проанализировать обстановку на Херсонском направлении. К сожалению, то, что произошло в Запорожье, изо дня в день повторяется и на Херсонщине. На Херсонском и Запорожском направлениях огневому воздействию оккупантов подверглись более 45 населенных пунктов. В частности, Новоселка и Времовка, Донецкой области, Железнодорожная, Гуляйполе, Каменская, Запорожской области, а также Веселая, Береслав, Чернобаевка, Антоновка и Херсон. Да, в Херсонской области артиллерийские обстрелы со стороны российских войск становятся все более и более интенсивными. Подчеркнем еще раз, враг намеренно гатит по жилым районам Херсона, в том числе. Накануне за одну ночь погибло 5 человек, еще 7 получили ранения. Из-за военного террора агрессоров обесточены 3 электроподстанции. Соответственно, полгорода осталось без электроснабжения. Корреспондент ТСН Маргарита Потапова пообщалась с простыми херсонцами, которые, слава богу, выжили после очередных прилетов. Сейчас вы своими глазами увидите, что такое жизнь на грани смерти. Ох, как ты тут, ты мальчик! Надежда еле сдерживает слезы после пережитого обстрела. В ее доме выбила окна, и женщина не знает, как будет ночевать на холоде. Оно как стукнуло. Я кричу, что случилось? И тут как полетели окна в дом. Ей 93 года. Она помнит Вторую мировую войну и даже представить не могла, что в столь почтенном возрасте опять будет прятаться от убийственных снарядов под кроватью. Как и тогда, когда была подростком. В стене дома напротив дыра. Сюда прилетел снаряд с реактивной системы залпового огня. Вот осколок ракеты торчит прямо посреди руин бывшей кухни. Сейчас жители ждут саперов, пока те заберут этот опасный осколок. Именно так выглядит дом после обстрела российских войск. Ракета с града попала в дом Ольги Николаевны. Женщина чудом самостоятельно выбралась из-под завалов. Я вылезла, а потом соседи все прибегались. Ничего, ничего, все нормально. Пока местным жителям подвозят фанеру для того, чтобы закрыть окна, оккупанты второй раз за час обстреливают жилой дом. У нас потолок обвалился, мама прибила немножко по голове. У меня в самой руки дрожат до сих пор. Говорю, слава богу, дети пошли за гуманитаркой, детей дома не было. Я дома с кровати аж подпрыгнула. Они продолжают стрелять и по корабельному району, и по центру города. К сожалению, мы уже имеем жертвы. Около подъезда многоэтажки и тело 70-летнего мужчины. Он шел за хлебом к волонтерам. И в этот момент рядом прилетел снаряд. Мужчина погиб мгновенно от многочисленных осколочных ранений. Окна – это все неважно, это все можно восстановить, а вот человека уже не вернешь. Светлана ведет жену к уже бездыханному телу мужа, с которым она прожила более 40 лет. 43-44 скоро будет. Как я переживу это все? Что мне делать дальше? Это что мне делать? На месте обстрела работают полицейские. Они фиксируют военные преступления оккупантов и собирают три десятка осколков от вражеского снаряда. Мне кажется, что они просто наугад стреляют куда угодно. Куда прилетит, тому они и радуются. У нас еще город такой буграми. Они, наверное, хотят его сделать ровным. Их нужно на расстояние доставания ствольной артиллерии отогнать. Потом будет лучше. За прошлые сутки на Херсонщине от обстрелов российских войск погибло пять мирных жителей и еще семь получили ранения. Вражеский артиллерийский огонь с левого берега Днепра лишь усиливается. Далее про ситуацию на Купенском и Лиманском направлениях. Варварские бомбежки, подлые обстрелы. Одним словом, вся эта фирменная преступная вакханалия русского мира продолжается. Противник совершил артиллерийские обстрелы неподалеку 20 населенных пунктов. Это в частности Двуречная, Лиман 1, Петропавловка, Купенск, Харьковская область, а также Макеевка и Кременая Луганской области и Раздольевка Донецкой области. Теперь внимание! Огненный материал с передовой. Наши коллеги с военного телевидения Украины сумели отснять уникальные кадры боевого выезда наших артиллеристов. Вы же помните, правда, артиллерия на войне бережет кровь пехоты. Это если говорить о побратимах. Но для врага артиллеристы вооруженных сил Украины давно стали настоящим страшным сном. Сейчас вы в этом убедитесь. Реальная боевая работа. Несмотря на смертельную опасность, настоящий казацкий драйв. Наши защитники мотивированы на 101%, ведь защищают свою родную землю. И поверьте, путинским захватчикам будет ох как несладко. Убедитесь в этом далее. Пехотинцы, БПЛАшники, артиллеристы. Эти люди часто не знают друг друга, но результаты их совместной работы радуют нас ежедневно. Сегодня работаем с ребятами из князевской бригады. Именно сейчас будет происходить боевая работа. Ребята, как настроение? Настроение супер. Ну что, готовимся к работе? Готовимся. Всегда готовы. Командир Града Виталий за четыре года на войне видел немало и вывел свой рецепт победы. Чтобы каждый снаряд метко долетел до врага, экипажи чуть ли не мгновенно приходится просчитывать в уме десятки задач. Поэтому я, как настоящий гуманитарий, лишь наблюдаю, как экипаж наводится и делает залп. Ребята сознаются, что часто даже не знают, какие именно цели уничтожают. Имеют лишь координаты. Не даем продвигаться дальше вражеской пехоте, чтобы наша пехота работала. Алгоритм уничтожения противника сложный, но уже отработанный до автоматизма. На войне главное сотрудничество по одному, пехота, либо тяжелая техника. Погоду на поле боя не делают. Артиллеристов называют богами войны, но территории не считаются освобожденными, пока туда не зайдет пехота. В мирной жизни менеджер, а на данный момент пехотинец князевской бригады Максим подчеркивает, под прикрытием артиллерии они намного увереннее продвигаются вперед. Пехота в первую очередь видит, как работает артиллерия по врагу и понимает, что когда ей придется идти вперед, работы будет меньше. Для артиллеристов пехотинцы не только побратимы, но и глаза на поле боя. Как говорит военнослужащий Роман, именно эти глаза указывают на цели, которые необходимо уничтожить. А у противника также есть артиллерия. Мы видим и слышим выходы, мы видим технику и корректируем нашу артиллерию по технике и по всему остальному. И получается так, что наша артиллерия лучше всего делает свою работу. Для победы над врагом, уверены армейцы, должно быть единство и общие цели. Продолжаем демонстрировать вам невероятно мастерскую, можно даже сказать, ювелирно точную работу наших артиллеристов. Гиацинт. И речь сейчас, конечно же, не о растении семейства спаржевых. Мы про гиацинт-Б. 152-миллиметровую буксируемую пушку. Можно, конечно, сказать, что это далеко не самое современное оружие. Возможно, и так. Но, знаете, в умелых руках украинских героев тот самый гиацинт-Б стал настоящим паническим страхом для врага. Пушка раз за разом уничтожает живую цель и боевую технику лишь на словах второй армии мира. Сейчас вы в этом убедитесь после просмотра сюжета от наших коллег с телерадиокомпанией БРИС. Военные, которые защищают украинские земли, умеют работать на разных видах артиллерийского вооружения. Особенно, когда речь идет о человеческих жизнях, собственном народе, семье и родных людях. Украинские защитники успешно уничтожают врага пушкой гиацинт-Б калибром 152 миллиметра, выполняя боевые задачи. Нам приходит цель. Мы выезжаем на огневую позицию. Я по компасу завожу пушку, раскладываем ее, ориентируем, наводим и стреляем. К бою! Нам не важно, на чем работать. Хоть на гиацинте, хоть на эмсте, хоть на трех топорах. Будем здесь, пока не дойдем до конца. Врагу будет очень жарко. Никита также имеет дело с этой пушкой, когда выполняет задачи по уничтожению врага. Поэтому знает ее особенности и вместе с побратимами удачно выполняет поставленные боевые задачи. В зависимости от цели мы подбираем тип боеприпасов. От нашей скорости зависит наша жизнь и то, как мы поразим цель. Пока есть руки, ноги, готовы воевать с этими россиянами. Это не проблема. Имея одну цель на всех, наши военные адаптировались к любым условиям и делают все возможное, чтобы со временем подарить украинскому государству долгожданную победу и мирное небо. Настал черед перенестись на Авдеевское и Шахтерское направления. Ситуации тут традиционно накалена до предела. Враг не дремлет. Враг совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах 18 населенных пунктов. Среди них Берничи, Авдеевка, Водяное, Веселое, Богоявленка, Великая Новоселка и Угледар Донецкой области. Глаза украинских войск. Именно так можно и нужно называть представителей нашей аэроразведки. Именно она сейчас неотъемлемая и очень важная составляющая этой войны. Выявить месторасположение врага, его технику или живую силу и сохранить жизни украинских солдат и мирного населения. Вот она, главная миссия нашей аэроразведки. Да, враг научился считывать координаты взлета и некоторых украинских коптеров. Но наши бойцы уже приготовили неприятный сюрприз агрессорам. Все детали далее в сюжете наших коллег с телерадиокомпанией Бриз. Война дронов и артиллерии Именно так называют российско-украинскую войну. У кого больше современных беспилотников, тот имеет привилегии на поле боя. Чаще всего целью таких дронов становятся вражеские ограды. Только в день записи сюжета наши военные обезвредили два. Сначала выявили, далее провели к лесопосадке и ударили. Обычно процедура максимально быстрая, ведь оккупант может заметить птицу и сбить, оберечь технику одна из главных задач разведчиков. Наш первый номер с самого начала войны с нами. Это уже наш родной побратим. Дроны выкористовывались. Дроны использовались на войне и до полномасштабного вторжения, но не в таком количестве. На данный момент к закупке присоединились сотни волонтерских организаций, да и просто украинцев. Иногда кажется, что за последний год в модификациях даже дети начали разбираться. Но есть секреты, известные лишь профессионалам. Например, как сделать из обычного коптера многофункциональное оружие. По левому берегу по реке у них есть наблюдательные позиции, есть снайперские группы, есть заминированная территория, растяжки. Дальше идет линия с минометными позициями и СПшки выявляли даже во дворах у людей около домов. Во дворах у людей Белебудынгил. Аэроразведчики глаза украинского войска. Враг научился считывать координаты взлета некоторых моделей коптеров. Украинские бойцы уже знают, каких именно, их высоту и даже текущую позицию пилота. Но украинцы уже нашли противоядие. Детали такого противостояния по понятным причинам описывать не будем, но результат работы очевидный. Учитывая ситуацию на Херсонском направлении, а именно позиции врага по ту сторону Днепра и невозможность пока что выдавить их оттуда, война дронов одна из самых актуальных. И главное, что наши защитники уже асы в использовании любых модификаций. На сегодня все. Но уже очень скоро в программе Фронт Ньюз новые, уникальные материалы наших журналистов из самых горячих точек войны, добытые для того, чтобы вы знали правду. С вами был Владимир Тимошенко. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин